привет друзья вы на канале 30 плюс с Аленой сегодня говорим про остеопороз про потерю костной массы как поддержать свои грубо говоря косточки чтобы чтобы не было ни переломов ни других вещей очень считаю супер актуально для не только пожилых для молодых особенно которые имеют хрупкую структуру недополучают биоматериала и это отражается на состоянии база дам самые простые питательные вещества укажу что примерно нужно исключить и как можно себя поддержать самое первое первый момент конечно вы должны наверное знать если вы с этим столкнулись то возможно вы знаете о своей ситуации с гормональной истории и исходя из этого мы можем плясать из двух векторов которые которые и так понятны если проблема с гормонами уже с выработкой и меня например смотрит девушка 45 50 плюс соответственно эстрогена бывает мало в этот момент бывает при именно пауза у кого-то не на пауза и это на эти рекомендации которые в этом видеоролике прозвучат они также подходят этой категории нас девушек первый момент для того чтобы сохранить костную массу до старости очень важно с молодости ну и никогда не поздно в старости поменять она цельное питание все то что происходит в разряде мусорная непонятная еда в куче 1 2 компот и так далее сейчас объясню почему самый простой способ который может повлиять это не на витамин d как многие сейчас скажут магний и так далее до костям нужен не только кальций магний марганец стронций витамин к и так далее им огромное количество разных микро нутриентов необходимо которые нужно включать на ежедневной основе половина костной массы состоит очень важно из белка вторая важнейшая это минералы то есть те люди которые сидят в дефиците по белку у них априори будут страдать кости наш выбор продуктов должен быть богат и тем и другим и лучшее решение для костей которое можно придумать это птица рыба мясо небольшое количество кисломолочных продуктов возможно творог по переносимости семечки сыры бобовые в крупах и бобовых содержится на некоторые ценные минералы которые тоже необходимо многие полностью исключают я знаю еще один момент домашние кисломолочные продукты в небольших количествах при условии переносимости это очень большая поддержка микрофлоры и поверьте без здоровья кишечника о здоровье костей можно долго мечтать еще один момент зелень кристоцветные как источник витамина к это капуста шпинат манголь петрушка рукола миндаль сардины как источник кальция магния витамина е и марганца то есть продукты базовые вы спрашивали по крупам по крупам я рекомендую гречу бурый рис амарант бобовые можно грецкий орех как источник тоже магния остальное очень индивидуально подбирается печень трески жирная рыба как источник омега-3 это та история которая будет профилактировать воспаление которое идет в организме водоросли для оптимизации обмена веществ но я всегда говорю о том что они подходят не всем надо знать свою ситуацию щитовидкой на кости очень сильно влияет тоже гормон щитовидной железы есть девочки женщины с гипотиреозом и с гипотиреозом про цитрусовый я говорила что витамин c нужен очень сильно вообще каждый день еще один момент который любят кости это сельдерей авокадо полезные нерафинированные масла такие как оливковое горчичное кедровое и что нужно обязательно исключить первое это алкоголь усиливает воспаление которое активно выводит из костей кальций сладкие газировки это комбо на сахар плюс избыточное содержание там например ортофосфорной кислоты во всех этих пепсиколах и из-за этого у детей гастриты и язвы кишечника дальше говорим про избыток кофеина девочки пожалуйста одну чашку если вы пьете знаете что кофе не просто там мочегонит если вы добираете например даже суточно кальций который нужен там полторы тысячи миллиграмм как будто 2000 миллиграмм сливаете это с тренировками с кофеином то вам нужно еще больше если вы не потребляете хилатные формы то как бы единственный способ это взять у вас из костей его добыть курение понятно кто меня смотрит наверное уже давно на другой волне нагрузки да кстати даже со слабыми костями с всякими вот этими вещами не нужно бояться нагрузок они наоборот и усиливают кровоток и улучшают работу мышц мышечного корсета и профилактируют очень многие моменты связанные с остеопорозом то есть нагрузки это то что показано для профилактики если у вас есть остеопороз и вы хотите его предотвратить физические упражнения стимулируют как раз рост костной массы но если ваши кости склонны к ослаблению избегайте хотя бы прыжков резких наклонов скручиваний еще один момент я бы рекомендовала честно использовать бады да и магний необходим для здорового метаболизма кальция наверное все знают витамин d3 оптимизирует обмен вещество иммунную функцию витамин k2 активно участвует формирование костей но это все по анализу и очень индивидуально то есть нельзя сказать пейте всем это сдаете анализ и принимаете но а стронций поддерживает прочность костной массы и про иглоукалывание спрашивали я положительно отношусь в сочетании только с кинезиотерапии солнечный цвет 20 минут в день это активация витамина d простым способом и не мучаем свой кишечник рвущий его клочкой клочковой какой-то едой спокойное питание очень важно то есть запоминаем простые правила это полезные жиры помогают кальцию отправляться в кости белок это и есть тело кости крупы зелень бобовые источники витаминов минералов костный рыбный бульон лучшее что можно придумать до опорно-двигательного аппарата и это та история которую можно поддерживать да конечно гормональный бывает дисбаланс бывает вся всех все по-разному но базовые вот эти правила они которые я назвала они подходят даже моей маме которые уже за 70 поддержите мой канал лайком пишите комментарии и передайте видео тем кто думает что всю историю с костями нельзя никак решить кроме не знаю какой-то одно каких-то добавок еще чего-то вот все что я назвала можно сделать и получить отличный результат